Приветствую всех, друзья! Мы продолжаем говорить о новостях и сегодня в выпуске. Джастин Гейджи раскритиковал Хабиба Нурмагомедова. Чемпион UFC рассказал о состоянии Умара Нурмагомедова, а также тренер Алджимайна Стерлинга поделился мнением про бой с Петром Яном. Всем приятного просмотра, и мы начинаем! Тренер претендента на пояс чемпиона UFC в легчайшем весе Алджимайна Стерлинга Рэй Лонга поделился мнением о бой с чемпионом Петром Яном, который состоится 12 декабря на турнире UFC 256. В подкасте Рэй отметил уникальное качество своего ученика. Это важный момент для Алджа. Он работал ради него всю карьеру. И нужно дать должное Сенхагену. Он настоящий джентльмен. Вы сразу видите, что он абсолютно искренний человек. Он не стал занимать место претендента, а заявил, что встретится с победителем. Что касается Алджа, то он все сделал, чтобы выйти на бой с чемпионом. Бой будет отличным. У него отличный настрой. Клетка любого размера ему выгодна, потому что он и двигается тоже отлично. Пять раундов в бой с таким парнем, как Петр Ян, будет непростым испытанием. Но и Алджа подготовится непросто. Он может нанести столько ударов ногами, сколько вы руками. Это необычное качество. Я очень воодушевлен. Рассказал Рэй Лонга. Ну а тем временем временный чемпион UFC Джастин Гейджи не считает свой пояс особым достижением. А к поясу чемпиона он относится совсем иначе. В интервью Джастин Гейджи раскритиковал двух предыдущих временных чемпионов UFC и Хабиба. Я не взял временный пояс, потому что хочу завоевать новый и вцепиться в него мёртвой хваткой. Не хотелось бы задеть кого-нибудь, но помните, когда Дастин Порье завоевал его временный пояс? Посмотрите на его лицо. На его счастье. Будь он только что весь мир покорил. Но всё было не так. Перед ним всё ещё находилась самая высокая непокорённая вершина. Это глупо. Мы такое видели много раз. Да даже и сам Хабиб. Когда он завоевал пояс чемпиона в бою с Эллом и Квинтой, он тоже был очень радостным. Этот бой ведь не был титульным. Пояс Тони Фергюсона. Его пояс был поделкой, но он начал им размахивать. Вы дерётесь не сапельком чемпионского уровня и называете эту победу чемпионской. Это не так. Тони Фергюсон – боец мирового уровня, но это был не чемпионский бой. Чем был этот бой? Он обеспечил мне доли от продажи трансляций. Ради этого я сражался. Помимо всего прочего, Гэджи выразил мнение и о поклонниках Хабиба. Знаю ли я российских бойцов и спортсменов? Знаю немногих, но знаю одну сумасшедшую вещь о его фанатах. Они самые серьёзные парни на земле, но их очень легко довести до слёз. И когда я уложу Хабиба, тысячи его поклонников будут плакать. Я могу пообещать своим фанатам, что 24 октября буду представлять настоящую опасность, и она станет частью этого боя. За 25 минут поединка Хабиб будет в опасности, рассказал боец. Друзья, пишите в комментариях ваше мнение. Кто одержит победу в предстоящем поединке? Хабиб или Джастин Гэджи? А напоследок мы поговорим о новой потере турнира UFC 254. Казахстанские бойцы смешных единоборств продолжают терять соперников перед дебютом UFC. Сначала из-за травмы выбыл соперник Шавката Рахмонова, и ему нашли замену за две недели до боя. А совсем недавно стало известно о проблемах со здоровьем у соперника Сергея Морозова. В Дубае госпитализирован Умар Нурмагомедов. Их бой с Морозовым должен был состояться в предварительном карде 24 октября на турнире UFC 254, но теперь официально отменен. Хабиб прокомментировал отмену поединка и рассказал, по какой причине он сорвался. Последние несколько дней Умар пролежал в отеле с высокой температурой, которая была вызвана стафилококковой инфекцией. Но несмотря на это, он и вся наша команда были настроены, что он выступит 24 октября. Сегодня утром перед нашим вылетом в Абу-Даби ему стало хуже, и его госпитализировали в Дубае. Выздоравливай, братишка, значит так было суждено. Умар же оставил короткий пост в инстаграм. Испытания делают нас только сильнее, еще вернемся. Если Бог даст в любом положении. Приложи фотографию с Исламом Ахачем, у которого также сорвался бой с Дос Анисом. Впрочем, у Сергея Морозова все еще есть шанс провести бой на Бойцовском острове. UFC уже предложили бойцу несколько соперников. Друзья, на этом хочу сказать спасибо всем тем, кто досмотрел этот выпуск до конца. Вы также можете поддержать его лайком и подписаться на мой канал, мне будет приятно. Всем пока и удачи!